Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, с вами Барретт, друзья, нахожусь я на данный момент на своем сервере World of Tracks Мир Дальнобойщиков, нахожусь я в городе Лос-Сантос, позади меня вы можете видеть автозаправочную станцию, АЗС-ку проще говоря, нахожусь я тут не зря, друзья, я хочу купить эту автозаправочную станцию и показать ее вам. Мало ли, кто-то из вас тоже захочет купить себе АЗС-ку, будете знать, что да как. Так, тут у нас цены на топливо, как мы видим, подходим, короче, к этому пикапу, также тут видим, что владельца тут нет, номер заправки 1, ну и цены за топливо. Так, давайте я так встану как-то, вот так видно, что дизель стоит 20 рублей, 80-й бензин стоит 22 рубля, 92-й 25, и 95-й стоит 30 рублей за литр. Ну и соответственно команда для покупки канистры с бензином, ну и для того, чтобы заправиться. Так, короче, нажимаем мы на Alt, и нас спрашивает, хотим ли мы купить эту заправочную станцию, покупка бензозаправки. Номер заправки 1, стоимость 5 миллионов, нужно опыта 400. У меня опыта более чем достаточно, я уже 1036-й левел, это довольно гигантский уровень, так, и я хочу купить ее, купить, что там в чате. Вы успешно приобрели заправочную станцию за 5 миллионов рублей. Так, я хочу отлить, давайте сразу же заправим топливо в заправку. Вот так. Ну, короче, бензин человеческой мочой разбавляем, вы уже знаете, где заправляться. Давайте введем команду газ. Информация о бензозаправке. Владелец барот, оплачено на 14 из 14 дней, бюджет 0. Так, что там еще? Стоп. Снятие денег со счета, денег нет. Газ. Так, оплатить налоги. Налоги не требуется оплачивать на данный момент. Сменить стоимость за топливо. Давайте поставим по 10 рублей за каждый вид топлива, друзья. Так, и дизель также 10 рублей за литр будет. Это будет самая дешевая заправка в стране. Так, что там еще есть? Сменить стоимость. Так, выбор продажи. Ну, также можно продать ее игроку, либо государству. Так, цены вы можете видеть. Владелец барот. Мы купили автозаправочную станцию, друзья. Давайте теперь я заправлюсь тут. Сколько у меня там в баке? В баке у меня 119 литров. Но ничего, тут место есть на пару литров. Вот как раз и заправимся. Проверим. Так, вводим команду fill. С помощью бензозаправки и дизелек выбираем. Ну и подождем, пока заправится. Ну что, друзья, я думаю, заканчивать на этом не стоит. Поедем сейчас выполним какой-нибудь рейс. Я как раз выполняю рейсы от компании Lipton. Так, 63 литра тем временем набралось. Вот все, 65 литров. Давайте запустим и двигатель. Так, двигатель запустился. Ну а теперь поехали в сторону компании Lipton. Ну что ж, друзья, прибыл я на компанию Lipton. Находится она вот в этом месте. Давайте я покажу вам это на карте. В Лос-Антосе на причале. На пирсе. Так, и давайте возьмем мы груз. Ведем команду орг. Становился я, друзья, на рейсе Mountain Dew. Я просто выполняю все рейсы по очереди. Хочу выполнить все рейсы полностью на этом сервере, который есть. Так, давайте мы возьмем этот рейс. Загрузиться нужно в Сан-Фьеру на причале. Отвезти надо в Владивосток. Ну что ж, нормально. Поехали. Принять рейс. Цена 17 тысяч. Ну и, естественно, X2. Так, ладно, погнали в сторону Сан-Фьеру. А там уже разберемся. Так, соблюдаем скоростной режим. Поехалием хотя бы в 70 километров в час, чтобы штрафа не нахватать. Так, тут у выезда из города также радар. Также соблюдаем скоростной режим. Ну и поехали в сторону Сан-Фьеру, друзья. Не забываем про поворотники. Включаем их до того, как заходим в поворот. Метров за 10-15 от поворота. Это очень важно, друзья. Так как поворотники прогружаются первые, до того, как прогрузится грузовик. Тем самым другой водитель увидит вас сдалека. Но этот Леонардо не в тему пишет. Я же не могу тормознуться на эстакаде прям, чтобы с ним пообщаться. Так, давайте тут мы тормознемся, заодно пообщаемся. Когда останавливаемся на месте, друзья, с помощью колесико-мыши включаем вот так аваринку. Игрок спрашивает меня, почему я решил все ивенты, все ивентовые грузовики спаунить в одном месте. Ну, чтобы не ныли, что их невозможно найти. Так, ну все, друзья, поехали дальше. Так, включаем поворотник обязательно, как я уже говорил. На сервере 8 человек у нас сегодня. Ну, сами понимаете, началась школа, школьники-то особо уже не заходят. В основном взрослые заходят. КОНЕЦ Так, мы видим впереди радар. Антирадар нас предупреждает, притормаживаем. Черт, провисончик был небольшой. Ну, много объектов вокруг сейчас. Черт. Все-таки прихватил я штраф. Ну, ничего страшного. Бывает, бывает, друзья. Один штраф, это еще нормально. Он спустя минут 15-20 пропадет сам. А вот если от двух штрафов и выше, их надо оплачивать. Впрочем, это тоже не проблема. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok так вот и второй штраф эти уже придется оплатить да ничего страшного тем временем мы подъезжаем к месту загрузки становимся под загрузку и даем сигнал ну что ж друзья давайте дождемся пока загрузится грузовик как мы видим игроки еще и винтовые грузовики ну что ж друзья все загрузка окончена теперь поехали во владик так надо бы выбрать оптимальный путь куда проехаться так поехали наверх особо разгоняться не хочу так как разобью груз моментально это все таки фура а не легковушка тут мы уйдем направо я думаю не около мэрии примерно выйдем за город кстати говоря друзья тут у нас имеется дрифт трасса как-нибудь я тут подрифтую честно говоря так ну ладно поехали дальше так 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 тем временем мы приближаемся к развилке сейчас заедем в сторону владика а потом возьмем чекпоинт так странно так собака система вот чертова система вот это чертова система заноса друзья надо мне ее удалить так как она не заносит грузовик вы сами могли видеть как она бросала мой грузовик в это чертова перила тем самым побила мне 23 процента груза она умерла потому что все свои разъяснили Снова эта чёртова система заноса. Надо будет мне её обязательно удалить. Очень сильно мешает ехать. Так, надо ещё что-то пожрать, друзья. Сытости у меня осталось 5%. Продолжение следует... Так, вот этот вот круг обязателен, так как чекпоинт нам выдали сюда. И вот этот объект мне также придётся удалить. Мне он всегда не нравился, честно говоря. Может быть в следующем обновлении я удалю его. Так, ну ладно, поехали во Владивосток, разгрузимся. Спасибо. 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 Сейчас попробую дрифтануть я тут. У меня не получилось. Нет до расчёт. Слишком близко. Слишком рано начал дрифтовать. Так, тут где-то можно тормознуться, оставить грузовик и пойти перекусить. Вот тут я его оставлю. Сейчас бегаем по-быстрому в Бургер Кинг. Чёрт, ещё и отлить хочется. Всё, побежали в Бургер Кинг. Надо пожрать, а то сейчас сдохну. Обратите внимание на мой уровень здоровья. Вот так. Сначала выжираем кофе, как... Чтобы пополнить бодрость. А потом уже можно и сытость пополнять. Так, а теперь сытость. И всё. Ну что ж, друзья, поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Так, кстати говоря, друзья, тут в Омске можно оплатить все штрафы. Давайте мы тут тормознёмся на минутку буквально. Так, штрафы оплачены. С меня сняли 6 тысяч рублей. Как и положено. Так, ну ладно, поехали во Владик. Между прочим, я даже не прятал эти грузовики. Вот обратите внимание в чат, что пишет Леонардо. Что он в САМПе все места знает. И от него мало что спрятать можно. Если бы я хотел спрятать грузовики, то их было бы трудно найти. Так, давайте я ему напишу. Ааа, 6-й. Айди вон. Так, я грузовики даже не прятал. Так, я грузовики. 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 вот это две друзья вот это был дрифт на фуре тем временем друзья мы заезжаем во владивосток так разгрузка у нас где-то по левому борту включаем левый поворотник и уходим налево сейчас найдем место разгрузки где-то тут так тут справа давайте направо повернем а вот и место разгрузки друзья приехали даем сигнал воздушный и начинается разгрузка так леонард спрашивает если грузовики после респавна удаляться давайте ответим ему так грузовики и винтовые удаляются в любом случае так как я их спавню ну что ж друзья получил я за этот рейс учитывая что у меня vip аккаунт 40 200 рублей 3200 с меня сняли за то что я сломал груз я не обратил внимание сколько там процентов побито было и выдали мне 32 тысячи рублей так плюс там 5000 завивку их я уже особо то и не считаю честно говоря ну что ж друзья вот такой видосик у нас получился заправка моя находится в гетто цены меняться не будут они останутся также на 10 рублях залит это самое дешевое топливо приезжайте туда заправляйтесь ну что ж друзья на этом я думаю буду заканчивать кому понравился видосик ставим лайк кому нет ставим дизлайк также друзья и пи адрес и ссылочка на группу вконтакте этого сервера будет в описании этого видео ну что ж друзья подписывайтесь на мой канал также оставляйте свои комментарии под этим видео ну а на этом я с вами прощаюсь всем удачи пока и до встречи в новом видео друзья